Мы узнаем о том, что срочники оказываются в зоне боевых действий либо из жалоб и протестов родных, либо после того, как их взяли в плен, как это случилось как раз в Курской области. Получается, что нам все время генералы врут, что они туда никого не отправляют? Ну, нет. Они никогда не говорили про приграничные области. То есть то, что направляют их в приграничные области, никто это как бы не отрицает. То есть это не считается зоной боевых действий, я правильно понимаю? Это считается, что это все территория России и обычная служба не в условиях войны. Окей, если вы не знали, то вот этот термин спецоперация в России, он распространяется только на территории Украины. То есть Херсонская, Запорожья, Луганская, Донецкая области. Он не распространяется на Курскую, Белгородскую, Ростовскую, Вроническую и Брянскую области. Эта территория России, это не зона так называемой спецоперации, а поэтому срочников туда отправлять можно. И это никто не отрицает, что их туда отправляют и будут отправлять впредь. Ну, я просто хотел тогда уточнить, Руслан, а вот непосредственно граница является территорией боевых действий? Потому что известно же, что граница обстреливается постоянно. Ну, мы, безусловно, считаем, это зона боевых действий и граница, и то, что сейчас происходит в Курской области. Просто здесь по разному мы это смотрим мы и власти России. То есть власти России считают, что это не зона боевых действий, это просто приграничные области, это инциденты, это диверсии, это, может быть, теракты, но точно не война. Ну, при войне и про основную часть боевых действий называют, что это не война. Но да, там регулярно погибают и срочники, и до Курской операции там срочники погибали, и там погибали мирное население, которое живет там, в приграничных областях. Я, собственно, с начала полномышленного сражения говорил, что вот приграничную область, то есть там полосу шириной 10-15 километров, там 24 февраля нужно было отселять все области. То есть и Брянская, и Курская, и Воронежская, и Белгородская, и Ростовская области вот такую полосу вдоль границы нужно было отселять. Потому что до конца войны 100% там постоянно будут прилетать снаряды, беспилотники, и там гражданские люди будут постоянно погибать. И срочники в том числе. Руслан, это выглядит как такая бюрократическая хитрость. Мы не будем называть это зоной военных действий, поэтому нам позволяет это делать, там, отправлять туда срочников, да, не отселять никого, не выплачивать какие-то положенные компенсации. Это так? Все верно. И более того, это создает такую возможность для последующих волнений среди военных, тех, которые сейчас участвуют в российском контрнаступлении в Курской области на украинские позиции. Ведь с точки зрения законодательства они сейчас не в зоне боевых действий. То есть получается, вот за то, что они там наступают в Курской области на украинские позиции, им никаких боевых не положено. И вот этих вот зарплат по 195 тысяч рублей в месяц, как обещает центр, которые еще уже подняли до 400 тысяч, им тоже не положено. Ну потому что это не зона СВО, это территория России. Поэтому они, наверное, еще пока что об этом не знают, но чтобы только-только прошло чуть больше месяца, после начала этого и Курской операции. Но когда дойдет до вопроса, типа, а где деньги, вот тогда они и удивятся, что, оказывается, вот за то время, пока они были в Курской области, им таких зарплат не положено, потому что это не зона спецоперации. Поэтому туда и не хотели никого переправлять, я думаю. Точнее, все бастовали и говорили, не, мы туда не поедем. Да, Руслан, давай тогда перейдем к мобилизации. Сейчас опять активизировались разговоры, это периодически происходит. И активизировались они по той причине, что не хватает якобы личного состава в российской армии. Вот есть свидетельство этому, вот твоя оценка? На данный момент нет. То есть мы мобилизации второй волны не ждем. Скорее всего, ее не будет, как минимум, в этом году. И более того, есть свидетельство обратного. То есть есть данные федерального бюджета за период, вот последний, это апрель, май, июнь. И там есть отдельная строка, вот сумма выплат, федеральных выплат за заключение контракта с Минобороны России. И многие исследователи уже обратили на это внимание. И из нее получалось, что вот за период апрель, май, июнь Россия набирала по 30 тысяч человек в месяц. Это больше даже наших оценок. Мы ожидали, что это будет там типа 20-21 тысяч человек в месяц, а темп даже вырос. Из-за того, что они поднимают эти вот суммы премий, скажем так, оригинальных, там вот Москва обещает 1,9 млн рублей за подписание контракта. Судя по всему, это дает свой результат, и вот новый приток людей. И более того, ярко прослеживается проблема коронавирусного состава у Украины. То есть сейчас то, что Украина отступает, потом вдоль всей линии фронта, основное оправдание, которое мы слышим от украинских военных, именно дефицит личного состава. То, что людей не хватает, даже несмотря на ужесточение мобилизации в мае. И более того, вот вчера было заявление одного из украинских членовников, что на самом деле сейчас там мобилизация опять начала падать. То, что людей не хватает. Поэтому с такими условиями я второй полной мобилизации не ожидаю. Руслан, я как раз хотела уточнить по поводу этих выплат. Действительно, в этом году в ряде регионов выплаты выросли чуть ли не в 20 раз. И да, вероятно, это позволяет набирать все новых и новых контрактников на службу. Но этот темп у нас сохранится при таких деньгах? Или придется опять властям повышать компенсации, единовременные выплаты и прочие пряники? В основном эти премии, они так растут, как на дрожжах, потому что самим регионам приходится конкурировать между собой. Пожалуй, такой самый яркий пример, который я на протяжении года разбирал в своих сводках, это примеры Ростовской области и Краснодарского края. Поскольку они соседствуют, то у них постоянно идет конкуренция за людей. Кто больше предложит денег, чтобы все желающие поехали именно к нему. Поэтому то, допустим, Ростовская область подняла до 100 тысяч рублей, следом за ней сразу спустя день-два Краснодарский край. То Ростовская область поднимет до 300 тысяч рублей, через день-два и Краснодарский край поднимет. И так вот постоянно идет гонка, и так это происходит по всей России. И в принципе я не думал, что мы в этом году уйдем больше, чем за миллион, но потом на сцену вышел Сергей Собянин, который одним махом раз и миллион девятьсот тысяч рублей, что уже совсем какие-то невообразимые... Но он уже не один где-то есть. Где, по-моему, в Карачаеве, Черкесии там два миллиона, насколько я помню. То есть есть уже те, кто перебили ставку Собянина. А это выглядит как такой конкурс между регионами, необъявленный. Конкуренция. Это конкуренция между регионами, потому что, поскольку нет такого требования, что ты должен подписать контракт именно в регионе Пропейске, ты можешь в любой регион России поехать и подписать контракт. И поэтому любой регион может считать тебя к себе, что вот он выполнил план. И, конечно же, каждый руководитель каждого региона хочет, чтобы его статистика среди всей России была самой лучшей. Ну, по крайней мере, не в хвосте, чтобы он был по статистике. Вот главное быть не последним. Потому что те, у кого будет статистика хуже всего, у этого, наверное, будут какие-то последствия от Кремля. Штрафы, наказания, отставки. Штрафы, наказания и прочее. Руслан, спрошу еще про этот прорыв в Курской области, который, конечно, совершенно уникальное развитие ситуации. И то, что ВСУ продолжают удерживать там позиции. Это как-то поменяло настроение в рядах российской армии? Пока я такого не отмечал. То есть, да, здесь такая двоякая ситуация. С одной стороны, для России неприятная ситуация, что вот часть Курской области, она захвачена, и она же больше месяца остается такой захваченной, и особо никак не двигается. То есть, украинские войска удерживают этот пазар. С другой стороны, они на это глаза закрывают и предпочитают больше обращать внимание новости с Юго-Донецкой области, где вот захватили вчера Угульдар полностью, с Покровского направления, где вот-вот захватят Цикурина и окружают Селидова, с Харьковской области, Купинского направления, где продвигаются Краке, Оскол. То же самое двоякая ситуация и для Украины. С одной стороны, вот неприятная ситуация, что Россия продвигается, захватывает новые территории. С другой стороны, можно на это больше внимания не обращать, то есть, мир больше закрывает глаза и говорит про Курский плацдарм, что Курский плацдарм по-прежнему существует и никак не удается российским войскам его отбить. Поэтому такая двоякая ситуация и каждый видит здесь выгоду для себя во всем, в разных ситуациях. Руслан, ты как раз упомянул про Угульдар. Это одна из самых горячих точек и Украина обороняла его, кажется, почитали тысячу дней. Вот можешь актуализировать информацию, что сейчас там происходит? Вчера Угульдар был захвачен окончательно в плане того, что российские войска полностью все территории города его заняли. Есть множество видеозаписей, где они спокойно ходят по городу, не встречают нигде сопротивления, везде свои флаги. Возможно, силы Украины оттуда ушли еще дня за два до этого, потому что не было, вот эти два дня не было кадров, где были бы городские бои. То есть, российские войска заходили как будто бы в пустой город. Поэтому, возможно, украинские войска чуть заранее отошли, чтобы уберечь свои силы. Ну и плюс сейчас дальше они, видимо, будут продвигаться дальше на север от Угульдара в сторону поселка Богоявленга.